Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о подкормках винограда. Как, чем и зачем? И, конечно же, первый вопрос. Зачем вообще кормить виноград? Мы кормим картошку, мы кормим помидоры, огурцы, мы кормим весь огород, но почему-то виноград мы считаем, что кормить не нужно. Почему такое мнение сложилось? Честно говоря, я сказать не могу. Но давайте подумаем с вами вместе. Если вас не кормить, будете ли вы хорошо работать? Вряд ли. Конечно, первое время что-то вы можете делать, если вам давать скудное питание. Немножко вы трудиться сможете, но вряд ли это продлится слишком долго. Более того, выполнять тяжелую физическую работу вам будет сложно и, в конце концов, невозможно. То же самое касается винограда, впрочем, и любой другой культуры. Мы ведь хотим собирать с него ягоды, мы хотим, чтобы они были красивые, большие, сладкие, вот такие огромные гроздьи. Так тогда надо его покормить. Вы, конечно же, мне скажете, так вот, есть же кусты, которые вот сами по себе растут и ничего с ними делать не нужно. Они дают прекрасный урожай, и там чуть ли не сотни килограмм, и никто их никогда не кормит. Да, на самом деле такое возможно. Но при некоторых условиях. Смотрите, если сидит где-то один куст, где никого в округе нет, может быть, только травка какая-то, он растет сам по себе, он долгие годы развивается в свободных условиях, у него есть откуда брать питание, ему есть куда распространяться корнями и где это питание искать. Мало того, сейчас мы с вами вспомним один такой закон, который изучали в школе, закон сохранения энергии. Энергия ниоткуда не берется, никуда не исчезает, она переходит из одной формы в другую. Точно так же и с питанием. Мы все изучали в школе круговороты веществ, но почему-то об этом забыли. То есть тот же виноград вот сидит, этот один кустик, он пошел, там нашел себе питательные вещества, их переработал, листики те же опали. Да, они ушли назад в землю, что из земли вышло, то в землю вернулось. То есть прилетела птичка, поклевала ягодки, да, мы можем собрать какой-то урожай, но вместе с тем, то есть этот куст свободно растет, ему никто не мешает, и ему есть где искать это питание. Если же мы начинаем садить кустов много, при этом еще посадим деревца, еще что-нибудь, да, наши приусадебные участки, они все засажены так или иначе какими-то культурами, то откуда брать питание, при этом мы еще что делаем? Урожай мы собрали, мы его, грубо говоря, унесли, лист опал, мы его сгребли, хороший хозяин положит его в компост и потом вернет в землю, а не очень хороший отнесет в лес, да, то же самое, траву скосили, очень многие дачники почему-то считают, что ну вот это какой-то мусор и вносят в лес, во-первых, в лес потом выйти не совсем комфортно, во-вторых, ну убирать со своего же участка питательные вещества, по крайней мере, неразумно. И вот получается, что если первые годы еще такое растение, такой виноград, да в принципе любое другое, оно еще может там искать какие-то питательные вещества, то со временем мы все это забрали, а ничего не дали, а так не бывает. И, соответственно, начинает плохо расти, начинает плохо плодоноситься, ну вплоть до полной гибели. Поэтому, если мы хотим иметь хорошее урожае, то то, что мы забрали из земли, надо обязательно в землю вернуть, только тогда мы сможем что-то получать. Ну, либо даже, может быть, дать и больше, если у нас пустая земля, если мы долго из нее что-то доставали, либо нам такая земля досталась, то надо туда питательные вещества положить, только тогда они смогут переработаться и дать нам то, что мы хотим в виде красивой, сладкой и сочной ягоды. И теперь чем кормить? Удобрения делятся на органические и минеральные, ну, бывает еще смесь. Придя сейчас в любой садовый центр, да, либо в отдел сад-огород, в любом магазине мы найдем на прилавке кучу-кучу всяких удобрений на любой вкус, цвет и кошелек. Там и такой комплекс, и такой для клубники, для помидоров, для винограда, ну, для чего угодно. То есть все это сейчас очень доступно. Ну, так ли хороши минеральные удобрения, как вот нам пытаются их преподнести? Смотрите, если мы вносим удобрения на голову обработанную почву, да, они немножко растворяются, сначала пропитываются в землю, но потом по капиллярному току поднимаются наверх и сверху образуют корку. И, в общем-то, минеральные удобрения убивают почву. Плюс наша обработка, рыхление, пропуха и все остальное, мы убиваем все, что там живет. А именно то, что там живет, помогает нашим растениям хорошо расти. Это иммунитет, это нормальное питание растений, не только винограда, но и всех остальных. И поэтому, если мы вносим только минеральное удобрение в обработанную почву, на самом деле мы эту почву убиваем и делаем не хорошо, а плохо. И со временем такие почвы становятся абсолютно непригодными для возделывания каких-либо культур. Я думаю, что, может быть, слышали такое высказывание. Если не слышали, но на самом деле оно довольно распространено, то, что жизни на виноградниках в Бургундии гораздо меньше, чем жизни в пустыне Сахара. То есть вот этими глубокими обработками минеральными удобрениями там убито все. Такая же ситуация в Америке не только на виноградниках, а на некоторых других обрабатываемых полях, когда почва, в общем-то, убита, она потеряла свою структуру, она потеряла свою питательность и все остальное. При этом есть еще одна важная вещь, про которую почему-то все забывают. Мы все знаем, что растению нужен комплекс НПК, азот, фосфор, калий. Но забываем о некоторых других элементах и об одном очень-очень важном – углероде. Все органические вещества, все структурные части растения, они строятся на молекуле углерода. Откуда берет растение углерод? Из углекислого газа в процессе фотосинтеза. И все наши органические удобрения, которые мы вносим, все наши мульчи, даже тот же дерн, в котором идут определенные почвенные процессы, там образуется углекислый газ, который растение поглощает. Если же мы все вот это рыхлим, все это очищаем, все это пытаемся как-то убрать, то вот этих процессов не происходит. И углекислого газа крайне мало. Соответственно, строительного материала для растений нет. И хорошо и полноценно развиваться ему будет крайне-крайне тяжело, а фактически и невозможно. Например, по этой причине, теплицы, где все растет на гидроконике, в них запускают специальный углекислый газ, для того, чтобы дать растению этот элемент. В огородах этот углекислый газ у нас берется как раз-таки и с почвой, благодаря почвенным процессам. Это не значит, что на минеральных удобрениях надо ставить крест и абсолютно ими не пользоваться. Но об этом мы поговорим чуть позже. Удобрения органические – это любые виды навоза, это компост, это все мульчи, которые мы используем, это все удобрения. И фактически здесь мы пользуемся тем натуральным круговоротом веществ. То есть мы что-то взяли из живой природы и в эту живую природу вернули. Внося органические удобрения, мы кормим не столько растений, мы кормим почву. Именно когда мы кормим почву, мы добиваемся лучших результатов. Потому что все процессы идут правильно. Мы кормим червячка, который там живет, мы кормим микроорганизмы, которые там живут. И у нас возникает правильное сообщество, которое и должно быть. И это сообщество, оно помогает друг другу нормально и полноценно развиваться. Вот это устилание мульчи – это тоже удобрение. Смотрите, здесь в прошлом году была выброшена мезга. Суховато сейчас, а так, если немножко покопаться, то здесь можно найти червячков, которые все это перерабатывают. И вот смотрите, то есть вот были ягодки. Много здесь осталось сухих веществ. Я в шкурке, в косточках, я их вернула обратно в землю. Конечно, таким образом мы вернули не все, что мы из земли забрали, а только часть, но уже нам надо дополнять меньше, чем если бы мы забрали все. Кроме того, что мы сохраняем и приумножаем жизнь в почве, внося органические удобрения, мы еще поддерживаем ее структуру, правильную дышащую структуру. Она не уплотняется. Вот в газоне даже, например, можно подойти, и если там удуванчик, его легко вырвать. С вот таким длинным корнем в грядке, которая пропалывается, это сделать гораздо сложнее. Под любую мульчу сейчас, если попробовать там покопать землю, ее можно легко копать руками. Она очень мягкая, очень пушистая. Расскажу еще один пример. Передумаем, у меня розы, сейчас они в папоротнике, уже кое-где начала расти трава. Одну осень мне удалось добыть соломы сечки. И я сантиметров 15 толщиной все здесь застелила. К весне соломы не было совсем. Здесь был пушистый чернозем. При этом я тогда досаживала розы, и когда копала черви, их было очень много в этой земле, и они были огромные, просто как змеи. Какими же органическими удобрениями пользоваться? Теми, которые у вас есть. Теми, к которым у вас есть доступ. Например, вы можете делать компостирование, складывать там все органические остатки, а потом вносить этот компост под кусты осенью, к примеру, или весной. Можете делать компост прямо под кустами. Вот те части виноградника, которые я мульчирую, я однажды рассказывала, что мульчируем мы не все, потому что нет материала на вот эти грядочки, ну, чтобы оградить, чтобы это было удобно, и косилкой мульча это не растягивалось. И вот летом я под мульчу складываю абсолютно все органические остатки. Любые очистки, ну, все-все-все-все-все пищевое, я просто под мульчу прячу, 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 и фактически я делаю компост на месте. Мне не надо делать двойную работу. Складывать сначала в одно место, а потом переносить в другое. Я делаю все это на месте. Та же мульча, из чего скошенная трава, вот мы траву с участка покосили, мы ее, собственно говоря, на участке, и оставили только чуть-чуть, перенесли с места на место. А можно использовать любые виды навоза, которые, ну, тоже к которым у вас есть доступ. И коровий, и куриный, и лошадиный, любой какой угодно. Что делаем мы? Мы используем навоз, мы его настаиваем, приблизительно мешок навоза на 200 литров воды. Наставим порядка двух недель. После этого под куст выливаем у нас подкормочные ямы. Я как-то про них рассказывала много раз. Кто не видел, вот такие трубы. Сюда заливается этот самый настой. В количестве приблизительно 5 литров на один куст. После этого мы проливаем водой. И кормим мы так свои растения 3 раза в сезон. Первая подкормка приблизительно середина, конец мая, в зависимости от того, как растения развиваются. Ну, вот сейчас весна поздняя, только начинается активный рост. То есть вот в такой период активного роста. Раз, потом где-то недели через 2-3. В зависимости от того, как у нас получается, как мы успеваем. И последнее, это где-то начало июля. Все. Дальше уже кормить не стоит. Дальше уже у нас идут немножко кормить этими удобрениями. Не стоит. Дальше у нас идут немножко другие подкормки. Конечно, кусты можно кормить и по-другому. Можно тот же навоз, например, вносить осенью. К весне он постепенно начинает уже работать, начинает разлагаться и выполняет свою функцию. И, в принципе, можно закладывать его раз в год. Может быть, раз в два года, раз в два-три года. То есть надо смотреть по состоянию вашей почвы, по состоянию ваших кустов. То есть можно, не обязательно делать это так, как делаем мы, можно делать по-другому. Нет у вас доступа к навозу. Я вам рассказала, что все вот эти вот наши органические остатки, все это можно складывать под кустами и таким образом кормить. Мы кормим кусты со второго года, но тоже смотрим на их состояние. Если у нас очень, например, хорошая почва, куст очень-очень хорошо растет, можно даже сказать, жирует, мы это видим, то, конечно, в этот сезон мы такой куст не кормим. Может быть, даже и в следующий. То есть мы смотрим за его развитием. Что такое жирующий куст, я вам оставлю ссылку под роликом. Нажав кнопку «Еще», сможете посмотреть для тех, кто этого не знает. И вернемся к минеральным удобрениям. Да, я вам говорила, что минеральные удобрения – это плохо. Плохо, когда мы их вносим в голую почву, в почву обработанную, используем только их. Но вместе с органикой их, конечно, использовать можно, а в некоторых случаях и нужно. Так, тот же калий, мы его очень много выносим с виноградника, вместе с ягодой. И одно дело, мы сделали вино, да, и часть вернули со шкурками. А если у нас виноград столовый, мы его собираем много, десятками килограмм, уносим все это, то как-то это надо восполнять. И, соответственно, в таком случае, ну, можно использовать залог. Например, можно использовать минеральные удобрения, тот же сульфат калия. То есть, наша задача, что мы из земли забрали, то мы в землю должны вернуть. И не вместо, а вместе органические минеральные удобрения, конечно же, можно использовать. А в какой дозировке их использовать, смотрим, читаем инструкции. То есть, в принципе, в органике много-много чего есть, и в навозе много-много чего есть. Но бывает, что чего-то растению не хватает. И тогда можно добавить калий, можно добавить фосфор. На упаковках есть инструкции, то есть, по тем дозировкам можете внести. Можете дозировку уменьшить, например, в половину, ввиду того, что у вас еще есть какие-то органические подкормки, и этого растения будет достаточно. То есть, здесь уже смотрите по ситуации. Ну, и в завершение помните, что когда растению всего хватает, оно вас благодарит урожаем, оно меньше болеет, оно хорошо зимует, и чувствуете себя гораздо лучше, чувствуете растения себя гораздо лучше, чувствуете вы себя тоже хорошо. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов и мои контакты. До новых встреч!